В середине 90-х годов по судам в основном Соединённых Штатах Америки, хотя в Канаде и Великобритании тоже, прокатился целый ряд процессов, которые получили название «Воин памяти», «Мемори Ворс». Суть их была в следующем. Это были судебные иски, которые подавались детьми на родителей, выросшими детьми на своих родителей, потому что, проходя сеансы общения с психотерапевтами, а в США это огромное сообщество, количество и общество психотерапевтов в США больше, чем любое научное общество, состояло в то время больше 60 тысяч врачей и психотерапевтов. И естественно, что многие американские граждане, проходившие какие-то проблемы в своей жизни психологического характера, обращались к психотерапевтам. И вот в результате этих общений с психотерапевтом, многие из них выясняли с помощью извлечения памяти прошлого и детства, что суть их проблем заключалась в периодах насилия, эпизодах издевательства, сексуального насилия по отношению к ним со стороны их родителей. Также очень часто фигурировали эпизоды насилия в некоторых религиозных или сатанинских актах, которые предпринимались с ними как детьми, и они подавляли эти воспоминания, но с помощью психотерапевта они возвращались. И большое количество людей было осуждено в результате этих судебных процессов. На конец 90-х годов в США было как минимум около 60 таких приговоров, которые были выносены на основании восстановленных детских воспоминаний. Почему это получило название «Воль памяти»? Потому что ряд из этих осужденных родителей образовали общество свое, американское, общество синдрома ложной памяти. Так как они были точно убеждены, что обвинения, выделенные выходы из состава детей, были не состоятельными, не обвиняют. И когда начала накапливаться статистика таких судов, и это стало публичным извинством, то они стали объединяться в сообществе, которое пыталось подойти и разобраться, что же происходит. Постепенно в этих процессах и обсуждении их в прессе, в том числе и научной прессе, стали участвовать ученые. И мы с вами сегодня попытаемся понять, что стоит за этими феноменами. С одной стороны, яркими воспоминаниями у пациентов, проходивших сеансы психотерапии, будучи убежденными в том, что они видели. А с другой стороны, убежденности родителей, что такого не происходило. Это нижнее воспоминание. Суммируя все эти исследования, которые гораздо больше, чем я вам рассказываю, что с нашим мозгом мы никогда не входим в одну и ту же реку неважно. Но для того, чтобы запомнить что-то, наш мозг должен входить в одну и ту же реку много раз. Суть этого парадокса заключается, что каждый раз, когда мы входим в эту реку заново, мы что-то меняем и запоминаем уже новую идентификацию. А нет, еще много прокладывался сильно друг на друга. И вот феномены социальных боевых памяти в значительной степени, как стало ясно, были связаны с тем, что психотерапевты не намерены, безусловно. Так же, как и пациенту, не намерен, создавали ложные воспоминания, которые происходили в моменты таких реактиваций старых воспоминаний и попыток реконсуровать то, что там происходило. В терапевтической практике это особенно ярко проявляется, потому что во время таких сеансов в русских трагогах часто бросают вспомнить основные крючевые события, которые происходили в жизни. И это позволяет расставить человеку некие реагерные точки на его прошлом. Их, как правило, немного. Дальше появляются серые зоны. Что было у вас между третьим и четвертым классом? Что человек не помнит. И психотерапевт пытается извлечь то потаенное из, как считается, следов памяти, которые существуют в этих серых зонах, реквессированные могут содержать какие-то комплектные вспоминания. В момент таких изучений врач может ненамеренно подсказывать или намекать в среду, наводя на определенные вспоминания, что с ним происходили какие-то драматические события, как правило, связанные с выхождением в родительском доме, на общение с родителями и так далее. Которые в моменты таких реконструкций человека, а еще очень поощряется поговорить об этом потом, что из лети, как в этой чувствуете, как смутные вещи, которые вам оказались очень расстричные, облетают постепенно форму, на что эта форма похожа. И во все эти моменты происходит активация таких сетей, которые могут выстраивать самые разнообразные, несуществующие фантазии, подсказанные психотерапевтам и стабилизируемый поток проигрывания, проговаривания и так далее, которые строятся вокруг совершенно безобильных, может быть, словных кусочков воспоминаний, индексируемых, которые вовсе не содержают индексируемых событий. Ваши воспоминания детства или недавнего прошлого, в одном случае они прошли огромное количество таких проигрываний, если вы действительно помните свой первый день в детском саду, в школе, или что-то, что вы помните из своего прошлого на протяжении многих лет. В другом случае они, хотя бы спали после недавних вечеринок, не успели пройти многих циклов такого обрастания огромными сетями. Результат того, что заметил Фрейд, выражается в следующем возрасте. Если это... Затем... Это много раз повторялось. Очень интересные исследования были проведены в Элент-Хумнайске, в области, выдающимся психологам, в 70-х годах. Если это событие консолидировавшееся и сформировавшееся давно, то вы его столько раз проигрываете, что вы себя взимаете из этой сцены, вы прикосновываете сцену, так как она реально даже не могла быть, потому что, естественно, вы не можете... Вы не можете видеть себя внутри этой сцены, это не происходило. События недавнего прошлого, которые вспоминаются в виде полевой памяти, это более реалистичные события, которые не прошли таких трансформаций. В значительной степени, но это уже отдельная история, это зависит от ваших эмоциональных установок. Если он говорит о том, что просит вас сфокусироваться для одного и того же события, на эмоциональной стороне этого события, для значимости, больше шансов того, что вы наблюдаете это как по любую память, с собственным углоданием, через свою веру. Если вас просит это же событие вспомнить в контексте его объективного содержания, больше шансов того, то, что вы его абстракировали и вы его вспоминаете с собой, находящимся внутри сцены, то есть вы вам вспоминаете с помощью памяти наблюдателя. Наша автобиографическая память в значительной степени состоит из таких тысячекратных, поскольку это было важно для нашей индивидуальной жизни, трансформированных событий, поскольку мозг, за исключением случаев, может быть, раннего импрудинга, о которых я говорил, генетически подготовлены к предрасположенности, где зацепление и элиминация лишних связей осуществляется с одного раза, мы видим, что там стабилизация сильного сухоуничтожения одних и перехода гифлоктивных происходит в результате очень короткого эпизода. Все остальное время можно тренироваться, осознаем мы это или нет во время сна или во время подросткования. И все наши уникальные вспоминания являются значительной степенью, кроме самого первого эпизода, с креатурами нашего воображения, с той или иной степенью эргистичной. Спасибо.